Профилактика и раннее выявление заболевания ребенка – главная цель, которую ставят перед собой специалисты Центра здоровья. Он работает на базе детской поликлиники с 2012 года. Приходят сюда как организованные группы школьников, так и одиночные посетители, которые могут записаться через портал пациента. Пройдя обследование можно бесплатно один раз в год. Центр здоровья принимает детей от 6 лет. Ежегодно у нас проходит не менее 3000 детей через Центр здоровья. При этом 2500 проходит первичное обследование. Повторное обследование проходит 500 детей. Центр здоровья не заменит полноценный медосмотр. Это скорее дополнение. Но то оборудование, которое здесь установлено, отличается от обычных приборов в кабинетах других специалистов. Обследование в Центре здоровья позволит выявить наличие функциональных отклонений в организме и заранее предотвратить заболевания. В Центре здоровья есть несколько кабинетов. В одном из кабинетов проводится комплексное обследование, которое включает в себя много приборов. В частности, измерение роста, веса, измерение кожаной складки, дальше измерение артериального давления. Также в первом кабинете проводится обследование для оценки внимательности, проверяют время реакции ребенка. Затем пациенту предлагают исследование на кардиовизоре. Он показывает сердцебиение, частоту пульса, сердечных сокращений и ритм сердца. Дальше по показаниям мы уже смотрим, если у ребенка избыточная масса тела, либо наоборот дефицит массы тела, мы проводим биомпеданс. Это соотношение жировой массы костной ткани и воды в организме. Во втором кабинете проводят исследование на уровень глюкозы в крови, холестерин и измеряют функцию внешнего дыхания. После этого пациентов отправляют на обследование зубов. Там выявляют факторы риска стоматологических заболеваний и рассказывают о профилактике и гигиене полости рта. При выявлении твердого зубного налета, либо пигментированного, провожу профессиональную гигиену. Также обрабатываю вторицодержащими средствами, кальция содержащими препаратами зубы у детей и при необходимости назначаю на повторные посещения. Также специалист с помощью модели показывает, как правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Как выяснилось, секретами правильной чистки владеют единицы. Затем, согласно стоматологическому статусу ребенка, она рекомендует средства по уходу за полостью рта. Если есть миловидное пятно, то мы проводим профилактику, то есть наносится аппликация вторицодержащими препаратами. У нас в наличии их достаточное количество. Если кариес обнаружен в полости рта, то направляется к кальчу-стоматологу обязательно с рекомендацией. После всех обследований ребенка направляют к педиатру, который определяет план дальнейших действий. Если необходимо, назначает повторное обследование и направляет к узким специалистам. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.